Внимательная дата. Опять 30 на уже неподражаемому Атару Кушенашвили. Несомненно, 30-летие это серьезно. И можно утверждать, что Атар стал совершенно взрослым мужчиной. На празднике присутствовало огромное количество почитателей именинника, среди которых были родственники, коллеги-журналисты и, естественно, звезды. Среди последних было много лиц женского пола. И это заставило меня вспомнить о том, что Атарик настоящий ловелас и славится большим количеством романов в области шоу-бизнеса. Однако, как выяснилось, есть еще в этой области женщины, которых не связывают с именинником романтические воспоминания. Я, наверное, редкая женщина. Собственно, единственная женщина, с которой у Атара ничего не было. Это абсолютно точно. Кроме, я думаю, взаимной огромной симпатии, я надеюсь, что это так, потому что для меня мнение Атара прежде всего важно, потому что он очень грамотный журналист. Естественно, к 30-ти годам Атарик многое от жизни уже получил. Однако, далеко не все. И меня невольно заинтересовал вопрос, чего же этому человеку в жизни не хватает? И что бы стало ему лучшим подарком к 30-му дню рождения? Чего ему не хватает? То, что, к сожалению, не все зрители нашей необъятной родины могут лицезреть воочию и как бы непосредственно убедиться в его действительно неподдельном обаянии. Лирика. Чтобы пункт в моей биографии под названием Лирика, Женя, был уже заполнен каким-нибудь приличным именем. Лирика. Нужно констатировать, что праздник удался и ближе к концу торжества произошло чудо. Атар запел. Остается лишь пожелать этому отличному грузинскому парню исполнение всех его желаний. И главное – удачи. А остальное приложится. Продолжение следует...